Здравствуйте. Хорошо. Меня зовут Голубя. Я ученик из других стран и техникума, традиционного техникума, и медитра на улице. Учусь я на третьем курсе. Давайте этот проект. Ну, проект называется «Подолжка безопасности для велосипедов». Ну, начнем с того, что статистика пришествий в автобусах касаются в автобусах. С участием велосипедистов довольно-таки велика. То есть из всех где-то 10-12 процентов это велосипедисты. Я задумался на такую вещь, как бы подбежать такой статистики, или просто ее уменьшить хотя бы. Можно сказать? При алкогольном опьянении, при управлении велосипедом с телефонов при мусоре на дороге и при неправильном повороте, например. Подолжка безопасности у вас, в принципе, сможет с мужем верить. Нежели ваш телефон. И то еще. Давайте дальше. Ну, тут как все разработано было. То есть мы устанавливаем клапан-круль, закачиваем туда газ, устанавливаем аккумуляторное колесо. Это будет датчиком, который будет по давлению машину проверять, есть это или нет. Мы считаем так давление, что при обычном он не будет воздействовать, а при ударе он не будет воздействовать. Можно это в следующий слайд? Рынок Рынок В России масштабное производство и любая страна. В принципе, много стран, в которых предпочитают ехать на велосипедах, а не на машину. Дальше, пожалуйста. Это аналог. Это китайский, по-моему, аналог. Великобритейский. Ну, это какая делается, да? 300 долларов. Дорога. Наша подушка будет намного дешевле. Следующий слайд. Это объясняется, как это работает. Я объясню. Тут уже все прорисовано. И так же можно остановить это на заднюю часть. Потому что ударить бывает не только спереди, но и сзади. Следующий слайд. Тут показывается, как все работает. А вот розничная цена. Оптовая будет дешевле, для того, чтобы прибытие мы получим больше. Ну, а сзади ее идет? Сколько в сумме вы получаете? Ну, в сумме получается, это чтобы собрать только 4-10. Это одна передняя, да? Да. И плюс задняя. То есть, если делать... То есть, если делать... То есть, если делать велосипеды со встроенными подушками, то их можно продавать на 8000 дороже. Ну, у них удорожание, да? Как это получается? Ну, так как это, то есть, первые модели, именно такие велосипеды, их можно продать еще раз. Сейчас есть некая проблема. Ну, вот сталь, да? Там электротранспорт продают. Этот электротранспорт с педалями ездит со скоростью 100 км в час. Безопасность где? Можно пояснить так, что встраивают туда более мощные подушки. Даже можно не срочно строить, чтобы увеличивать все-таки. Либо машинные подушки использовать, чтобы запаковать их в более выское пространство. То есть, они будут запасованы в речи. А можно вопрос? В связи с чем... Можно вернуть на ту даму, которая... Вы что-нибудь слышали о теории решения забитательских задач? Вас три звучат. Вот когда вы приходите к решению задачи, вот, обратите внимание на даму, какие у нее узлы защищены больше всего? Шея. Потому что она имеет самую нежесткую структуру, и она наиболее важна. Я просто летал, и получал по себе потенечку этим самым велосипедным бампером, багажником, потому что затормозил левой рукой, а не правой, и через колесо крутнул. Город Ставрополь. Мне было так раз, примерно, сколько с рукавами. Так вот, я это к чему? Дело в том, что в Тризе есть такое понятие. Должна быть максимизирована функция. Почему вы говорите о размещении на велосипеде, а не на человеке? Защищать надо велосипед или человек? Человек. Значит, на человеке надо размещать вашу защитную модельку. Проще говоря, на заднице, если это у вас сигвы или на коленках. Потому что вы же накладки делаете. Я тоже летал, но только на истребителях. И у меня там было откровение. Так у вас катапульта где была? У меня там было откровение. Почему в самолете нет подушки безопасности? Потому что это бесполезно. Там есть катапульта. В связи с этим откровением, я связался с НИИ, которая занималась разработкой горно-лыжного оборудования для наших спасателей, участников. И они мне рассказали эту историю, что с 60-х или 50-х годов они думали над одной и той же проблемой. Как сделать так, чтобы лыжник не ломал ногу при падении, потому что лыжа имеет рычаг, и нога ломается очень быстро и легко. И вот, представляете, были разные предложения, вплоть до каких-то экзоскелетов, с помощью которых держится весь этот каркас. То есть ужесточатель. Но все закончилось очень маленькой металлической защелкой, которая срабатывает разрыв и отстегивает ботинок и лыжу. То есть лыжник в одну сторону, а ботинки с лыжами в другую. Потом уже усовершенствовали, и ботинки остаются, только лыжа отпрыгивает. Вот я к чему веду? Я согласен про ТРИС, но я хотел бы сказать, что научной новизны нет. Актуальность есть, а научной новизны нет вообще. То есть мы понимаем с вами все вместе, что никогда никаких подушек на велосипедах не будет. Хотя актуальность есть, потому что велосипеды оснащают сейчас электродвигателями, на них старики действительно ездят. То есть актуальность удержать равновесие в экстренной ситуации или спасти скелет есть, она продолжает, и она будет все больше, потому что велосипед все быстрее есть. Но работать над этим нужно ими научной, то есть креативить еще, не до креативить его нам. Научная новизна стоит проехать уже более-менее год. До креативить его нам вообще не проехать. Да, вопрос не в этом. Вот вы сейчас приводили стоимость китайского этого устройства, да, и вашей. Ну, во-первых, вы посчитали для себя себестоимость, а не стоимость, да? Нельзя сравнивать себестоимость вашу и со стоимостью китайского. Вы не знаете, какая там у них себестоимость. Вот. Когда, извините, привозят сюда часы, которые стоят 50 рублей с автопозаводами китайскими, я вообще не представляю, какая там себестоимость вообще. Вот. И в этом смысле я не верю вот цифрам, когда вот основным конкурентным преимуществом наше разработка поставляет цену. Это не так. А вот если бы сказали, что вот действительно вот китайцы делают так, а мы используем другой конструктив, и поэтому надо будет дешевле. Или мы делаем подушку вот там вот, и у нас она будет спасать больше жизни, тогда я вижу, что есть инновация. А вот сейчас вот действительно вопрос, а в чем, собственно говоря, инновация заключается у вас? Инновационное решение, которое позволяет что-то новое как-то внести. Послушайте, я вообще говорю, делается у него успеха сейчас где-то будет или нет? Кто-то делает? Никто. Вы проводили анализ рынка? Лично я не смотрел. Интернет. Потому что, ну, с возможности съездить в Китай и проверить лично, у меня нет. Ну, есть алипобар, да? Здесь все написано. Я посмотрел в интернете, но еще нет, пока, таких рабочих. Это тоже идея. И это идея, да, вот правильно говорит, значит, теоретически реализовать его технический уровень позволяет, да? Почему мы не делаем два варианта? Либо все-таки что-то не додумали, либо просто они не нужны. Да? Вот поэтому вопрос, что, собственно говоря, в чем заключается вот ваше решение? Оно что позволит делать? Сохранить жизнь многим людям. Вот именно вот на вле. Все? Да. Обратите внимание на вашу фразу. Сохранить жизнь многим людям. Руль в данной ситуации лишний. Обратите на это внимание. Это первое. Во-вторых, что вам мешает съездить в Веденеево, или вот в эти курорты горнолыжные, которые летом превращаются в маунтэнбайк. Знаешь, что такое? Да. А для маунтэнбайк, то, о чем вот наш коллега сказал, про катапульту, очень даже актуально. Там, когда ты летишь вниз, у тебя скорость 50 км, и неизвестно с каким препятствием. Там делают активные защиты шлемов, там делают активные черепашки, и там можно делать ровно то, что вот, ну, когда он присоединился, допустим, велосипед от тебя отдалился, это спусковой клапан. Ты пока летишь, оно, допустим, увеличивается в объеме. И когда ты упал, ты уже падаешь не на свою шею, любимую, и не на камень башкой, а на подушку безопасности. Тогда эта идея становится актуальной. Вы находите сразу сектор, для которого делаете предложение. Аналогии можно отъемных летом превратить в съемник. Вы знаете, сколько, вы знаете, сколько дома это велосипед для маунтэнбайка? Сколько? Да там под вдольник цены доходят. 100 тысяч рублей. Супер прокачанные вещи. Ну, от 50 начинается это всяко. То есть вы получаете платежеспособный спрос. Понимаете? И конкурируете не с китайцами, и не с их 50 рублями, а с 50 тысячами. Потому что человек летящий туда, ему жизнь дорога. Он там вице-президент банка какого-нибудь. Ну, Николай, вы сами как бы сейчас вот сказали ту мысль, которая, она как бы опривергает этот проект. Когда человек с чем-то сталкивается, да? Чтобы его сосла подушка безопасности, он должен за всех сил держаться за рукой велосипед. Но, как правило, они его выпускают из рук, да? Правильно. Аккелепно. Это же жесткая штука. Пока она на велосипеде не сработает, она уже никак в своей жизни. Значит, надо в одежде. Вы просто объект должны перенести в одежду. Друзья, я бы хотел потихоньку только момент. Дело в том, что от удара в машину, например, ну, там, не да, здесь вот он ударится, да? Или в стол какой-то, да? Как правило, подушка, если она прям будет действительно мягкая перед тобой, и она все-таки спасет. В машине человек сидит. Ну, или, по крайней мере, съездит удар. В машине он фиксирован, он никуда. Я не на машине. А в велосипеде ты улетаешь с велосипеда. И зачем локализовать безопасность на том, что от тебя улетает? Дальше что? Дальше ты передает тебе грудь и летишь. И летишь. И у тебя позвоночник. Не, ну, замер прав в том смысле, что датчик ставить на велосипед, чтобы удар анализировать. А вот у меня вопрос. А активные черепашки бывают? А я вот не видел. А я вот тоже не видел. А почему бы не сделать? Ну, потому что это реально, я так понял, проблемы для людей, которые на велосипедах ездят со скоростью 100 км в час. И датчик надо ставить не давление в эту шину, а скорее всего, инерционный датчик. Потому что вы прыгнулись в паре, давление скакнуло, у вас подушка выскочена. Ну, можно просто обычную вот такую вот типку нить, которую привязываешь, фиксируешь на руле. Короче, ряд решений. Как только она у тебя удлинилась, как только... Нет, здесь баланс надо. То есть надо делать так, чтобы не срабатывало, когда не надо, и срабатывало, когда надо. А это ряд происходящих. Ладно, что за мир? Друзья, хорошо. Если нет еще вопросов, будет в теме. Спасибо большое.